сегодня мы будем готовить пирог с черникой попробовав его вы бы никогда не поверили что он без лактозы без глютена без сахара и даже без куриных яиц всем привет дорогие друзья сегодня вместе с вами мы приготовим черничный пирог с заварным кремом он будет без глютена без лактозы без сахара и без куриных яиц очень вкусный я думаю вам обязательно он понравится для приготовления нам понадобится мука бурого риса лукума как подсластитель картофельный крахмал бананчик лимончик буду использовать также для заварного крема ваниль натуральный жмых миндаля либо можно взять миндальную муку и добавить пару ложечек растительного молока сода семена льна у меня светлые черника у меня свежие но можно взять и замороженную не страшно также нам понадобится тахини кунжутная паста арахисовая паста подсластитель для крема я буду использовать сироп ага вы можете взять любой какой вы любите или любой другой сахарозаменитель также понадобится растительное молоко я приготовила свежие кокосово миндальное у меня есть видео на канале приготовления сделала его таким довольно жирненьким вкусным взяла где-то 150 грамм миндаля и 2 кокоса но все приступаем готовим делом блендере перебью семена льна в муку вот так вот перебили прям в муку спелый банан чистим и хорошо сейчас разомнем бананчику и я высыпаю семена льна также взвесила муку риса и жмых миндаля заметьте что жмых миндаля у меня такой вот влажненький поэтому если у вас мука обязательно добавьте растительного молока порошка луку мы добавляю столовую ложку сюда же добавляю пол чайной ложечки соды и выливаю столовую ложку сока лимона выливаю растительное молочко у меня миндально-кокос тесто хорошо все перемешаем а Субтитры создавал DimaTorzok Когда тесто готово, мы берем форму, вот такая вот у меня формочка, я ее застилаю пергаментом и не обрезаю, края оставляю, чтобы потом можно было легко пирог достать. Вот так вот, и по центру выкладываю наше тесто. Я руки буду смачивать водой и разравнивать. Музыка Музыка Мы стараемся вот так вот разравнивать. Чтобы вытягивать, чтобы у нас плавно образовывались бортики. Музыка 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 так что же у нас в итоге получилось вот такая форма полностью ее подровняла чтобы были у нас бортики вот такая форма все теперь нужно проколоть дно вилочкой чтобы она вдруг не вздулась прокалываем вот так вот дно вилочкой все дно прокололи и ставим выпекаться в разогретую духовку на 175 градусов мы кладем форму выпекаться пока наша основа будет выпекаться мы переходим к приготовлению крема нам как раз времени будет достаточно крахмалу мы добавляем из наших пол литра немножко молока что за хорошо крахмал и не было комочков сейчас хорошо перемешаем сейчас вот счет уже доливаем и вот так вот растворяем крахмал вначале я всегда растворяю в небольшом количестве молока хорошо перемешала и выливаю в кастрюльку в которой буду варить сюда же выливаю и остальное молоко сразу в молоко я добавляю немножко очень люблю вот этот стричковый ваниль она дает безумно классный аромат вот так вот прям сюда же подсластитель добавляю сироп агавы это вы добавляете по вкусу процессе варки вы можете тоже пробовать и регулировать сахар так кунжутная паста я добавляю чайную ложечку это мне нравится очень вкус когда кунжутная арахисовая паста чувствуется в десерте но можно и не добавлять ни кунжутную не арахисовую пасту это как бы не проблема так и столовую ложечку арахисовая и ставим на огонь варится варить наш заводной крем обязательно помешиваем постоянно помешивая потому что оседает крахмал и вот я приготовила сироп если что я попробую если что немножко добавлю еще что-то по сладости в общем регулируете помешивайте прям вот так активно чтобы обязательно не прилипало ко дну кастрюльке и варите в кастрюльке с толстым дном это тоже очень важно немножко начинает уже густеть поэтому можно немножко прикрутить или снять у меня электро креста поэтому я уже почти готова поэтому я снимаю переварить самое главное не переварить и сейчас быстренько сразу перекладываю в стеклянную емкость пока я готовила крем уже готов готова наша основа хорошо она поджарилась на основу мы высыпаем нашу всю чернику заварную крем я пересыпаю пересыпала стеклянную емкость и сейчас погружным блендером хорошо крем я хорошо перебила он стал более жидкий и без комочков заливаем чернику заварным кремом стараемся равномерно заливать чтоб хватило полностью нам вот так вот мы залили весь тортик пока он горячий у меня он полностью горячий я оставлю его на кухне постоять а дальше обязательно в холодильник отправляем застывать пирог простоял ночь в холодильнике посмотрите он хорошо застыл вот такой вот и сейчас нам вот этот пергамент поможет достать его из формы и переложить на тарелочку дальше я пергамент вот так вот разрываю и вот нужно будет его изъять и сейчас мы разрежем наш пирог посмотрим какой он внутри так вот аккуратненько он хорошо режется и вот такой вот пирог внутри посмотрите какой он класс пирог получается очень вкусным ароматным внешне он выглядит довольно таки очень красиво тесто мягенькое вкусное заливка заварная со вкусом арахисах хорошо сочетается с кислинкой черники мне очень понравился я надеюсь что и вам тоже понравится желаю вам удачи на кухне будут вопросы всегда задавайте с радостью вам отвечу впереди вас ждет новые разные рецепты от меня которые я готовлю для своих родных также если вам понравился этот рецепт ставьте лайки подписывайтесь на канал и конечно же до новых встреч всем пока пока